и в будущем не нужны лошади будут моторизированные повозки автомобиль привет в этот раз я долго думал как представить вкратце это видео потому что она не просто звуки она о приемах работы о скороносных звукорежиссеров и о пылесосе от звуки в классических фильмах и одесском велосипеде о классных инструментах и так себе экспериментах о прошлом о будущем о шаманах и нейросетях и все это для того чтобы озвучить крутое видео какое видео спросите вы а я отвечу хочешь прокатиться погнали сегодня пронесемся над городом будущего полет длится всего 30 секунд и я покажу как и наполнял их различными приемами от мастеров саунд-дизайна какая особая магия поможет проектах когда до сих пор никто не знает как будет звучать транспорт будущего ну вот например что об этом знает чай g5 все знающий болт с искусственным интеллектом если вкратце пишет что прогресс может пойти разными путями но транспорт станет тише если не бесшумным или вообще не заменится звуком компьютера на английском более развернуто звук возможно будет напоминать самолет электродвигатель или вертолет смотря куда пойдет прогресс в общем пока никто не знает точно будут ли города будущего шумными или технологии позволят наслаждаться тишиной нынешние подвижки в этом направлении конечно удивляют но пока это все единичные примеры и непонятно в итоге будут ли машины свистеть гудеть стрекотать как вертолеты или трубить как слоны в фильмах часто сам внешний вид транспорта подсказывает сам дизайнерам какие подчеркнуть детали это может быть размер и его устройство благодаря чему он движется и даже тот для чего он предназначен правда не всегда это очевидно лично мне ролик о котором сегодня речь напоминает фильмы бегущий по лезвию они и стали главным референсом если говорить об атмосфере нуар неоновое будущее технологии синтезаторный звук и нюансы саунд-дизайна некоторые из которых мне повезло узнать для нас напрямую из первых уст но давайте начнем с самого начала как я рассуждал мы высоко над землей моросит дождик но очень редкий и мы далеко от поверхности капли не услышим а вот ветер не помешает и так ветер вариантов много покажу как обычно разные конечно есть стоки и звуковые библиотеки а если у вас есть желание и пять минут на эксперименты можно поступить вот как нам нужен особый ветер воющий подобный встречается в классических фильмах он создавался с помощью специальных ветряных машин а по сути это барабан и натянутый шелестящий материал инструмент называется эолифон и до сих пор используется в академической музыке и театральных постановках я же взял и перевернул детский велосипед и раскручивал колеса прикладывая ткань меняя скорость вращения и ткань можно получить разный вой с плавающей высотой тона как надо конечно можно синтезировать ветер например как дэвид дюме с помощью амнисфер или массив можно и в популярном сейчас фейсплант для него можно даже бесплатно скачать готовый пресет ветра который сделал антон никифоров раздает на своем канале есть и специальные инструменты как известный аудио wind с подробными настройками или wind machine имитирующий еще один инструмент из прошлого wind howler редкий прибор из 60-х но у меня под рукой был game synth про который делал отдельное видео и я просто в модуле погоды нарисовал ветер вот так он звучит вместе с велосипедом следующая задача поинтереснее на мой взгляд ребят как же твой без гравица по пепелац выкатывать из гаража это не порядок мы с вами как-то делали звук космического корабля из морковки повторяться не будем а зайдем с другой стороны современной и так нейросеть подсказала как будет звучать но как сделать звук транспорта из будущего вот предлагает смешать механические звуки синтезированными звуками воздушного потока и обычного транспорта экспериментировать с флэнджером фэйзером пичем и пространственной обработкой и с таким обилем идеи я спросил бота а нужны ли будут сон дизайнер в будущем как сон дизайнером искать работу ответы лучше прочитайте подробно в моих сообществах запись уже там и раз уж коснулись горячего сможет ли робот заменить нас мне нравится что по этому поводу писал свои статьи звукорежиссер олег ершов он рассматривал плагины управляемые искусственным интеллектом и вкратце если вы сами не ведете себя как робот то никакой робот у вас и не заменит ссылку на статью оставлю в описании интересные мысли почитайте робот сочинит симфонию робот превратит кусок холста в шедевр искусства а вы в любом случае мы все стоим на плечах гигантов звук транспорта в современных фантастических фильмах развился из классических мне стало интересно какие приемы использовали метры саунд дизайна для начала я изучал интервью с беном бёртом в поисках его находок для звездных войн кстати оскар бафта и другие награды за особые достижения и лучший звук так вот для некоторых аппаратов бен записывал настоящий реактивный двигатель на тестовом полигоне моторные самолеты и сигнальные устройства где-то подмешивал рычание льва гром и тромбон а в качестве обработки бен упомянул некий старый гармонайзер вот эту идею рассмотрим допустим есть сигнал сегодня есть много вариантов и у меня вот такой квадровокс гармонайзер как обычный октавер может добавить копию сигнала повышенную или пониженную на пару октав но в отличие от октавера гармонайзер может выстроить интервалы целый аккорд и так далее и тут можно менять задержки добавленным звуком и панорамировать их кстати снова точно помню что раньше квадровокс был бесплатным теперь нет напомню что в своих группах я делюсь интересными находками не всегда знаешь сразу где пригодится а потом плагин становится одним из самых полезных это тот случай и так идею с гармонайзером я попробовал на поющий чаши которую записал с товарищем этот звук лег в основу вот этого второго транспорта вот так звучит без обработки вообще тут меняется громкость и высота тона для имитации эффекта доплера для интересности я добавил orb который плавно подмешивать свой эффект сейчас он работает как будто тремоло но отличие в изменении форманты звука для дополнительного разнообразия далее тут стандартный октавер после чего гармонайзер чувствуете как уже усложнился звук немного саббаса уже показывал этот плагин далее помните нейросеть предлагал добавить звук воздушного потока то есть добавить дополнительный звук в уж вместо этого я подмешал шум с помощью плагина нойз получился простой вшитый в уж и плюс реверберация и еще одна идея бы наберта подкупила своей простотой я взял трубу от пылесоса подцепил простую петличку и направил на дорогу записывать звук проезжающих машин результат напомнил то что нужно и похожий звук не только в звездных войнах и это стало первым слоем для основного транспорта но мне этого мало еще мне очень нравится звук транспорта в бегущем по лезвию 2049 и тут особый подход которым делился марк манжини супервайзер звукового монтажа кстати оскары за лучший звук в фильме дюна и за монтаж звуков в безумном максе дорога ярости так вот в blade runner 2049 режиссер дэнни вильнёв поставил задачу сделать звуковые эффекты уникальными учитывая атмосферу первого фильма 82 года когда марк и его коллега тео грин спрашивали режиссером какой примерно нужен звук ответ был такой скучный идея в том чтобы все звучало будто это предметы из обычной жизни или недалекого будущего будто это знакомые вещи их звук не должен привлекать много внимания как звездных войнах то же самое касалось транспорта который в бегущем по лезвию называется спиннер русский спиннер переводится как нечто вращающееся от этого и отталкивались в одном интервью марк рассказал про вращающийся bullroar который стал основой звукодвигателей в общем это инструмент аборигенов полинезии маури и древних шаманов из разных частей света где-то называют bullroar где-то пурире хуа а у нас вихревой аэрофон множество энтузиастов показывают свои варианты и как сделать и я тоже отмерил отпилил и настругал несколько штук а товарищ помог с записью степан как раз увлекается этническими инструментами и выступает по всему миру и пока делал заметил что обычные линейки имеют похожие формы и на всякий случай привязал веревки и к ним что в итоге размер влияет на звук большая доска вообще как вертолет однако больше всех порадовали линейки они легкие громкие самое интересное что она еще и звучит равномерно в общем если кто захочет повторить пробуйте линейки тоже но будьте осторожны эта штука травм опасно я предупредил а позже всплыл другой спиннер детская игрушка сын водил им по полу вот так и для продолжительного звука я просто повращался вокруг своей оси этот спиннер стал вторым слоем основного транспорта а вот был рор в итоге открывает сцену а третий аппарат я озвучил просто с помощью в уши фикс вот вам еще один вариант еще я искал информацию о звуке транспорта фильме 5 элемент обожаю этот фильм но ничего не нашел зато я узнал что супервайзером по звуку был уже известный нам марк манжини и мне удалось задать этот вопрос ему лично марк рассказал что летающие такси и полицейские машины были сделаны из двигателя чави v8 маленького подвесного лодочного мотора и простого синтезаторного гула отталкивались от внешнего вида и поведения в фильме транспорт похож на автомобили но как будто плывет звуки загрузили в сэмплер и управляли пич чем будто ускорением это было 25 лет назад марк не помнит деталей и ему помогал саундизайнер джон фасов кстати может вы обратили внимание эту тоже менял пич делал это закинуть запись в стандартный сэмплер это помогает показать звуком что транспорт летит не по прямой а совершает маневры вот так по-разному можно рассуждать при озвучении транспорта будущего использовать подручные предметы отталкиваться от названия назначения внешнего вида или характера движения что касается нашего ролика кроме транспорта хочется больше эмоций или музыки в blade runner 2049 звук интересен еще тем что не всегда понятно что есть музыка а что эффекты даже звук спиннеров иногда кажется частью музыкального трека сам дизайнеры вместе с композиторами хансом зиммером и бенджамином волфишем получили гармонично и дополняющее друг друга звуковое полотно я попросил марка рассказать как им это удалось и вот что он ответил во первых дэнни вильнёв то есть режиссер понимал что если работать над звуками музыкой по ходу съемок то будет больше времени на то чтобы получить их симбиоз мы начали работать основываясь на первых впечатлениях дэнни от сценария и первых снятых кадрах его подход таков что если возможно передать сцену только звуком без музыки то впечатление от музыки который потом добавят будет еще более мощным когда звук или музыка находится в центре внимания на такой ранней стадии работы над фильмом есть достаточно времени что-то корректировать общаясь друг с другом подстраивать свою работу под работу другой команды и все сильнее стирать границы такого никогда не получится при обычной схеме когда композиторы и сам дизайнеры работают раздельно в течение 10 недель потом встречаются на сведении и пытаются понять что лучше работает когда уже поздно что-то менять есть время только на отсеивание готового а не на пересмысление концепции кроме того нужен сильный режиссер с четким пониманием приоритетов способный сказать сильному композитору или саунд дизайнеру не делай этого звук или наоборот музыка здесь делает что-то замечательное во-вторых режиссер попросил тео грина и меня рассуждать как композиторы а являясь композиторами в принципе и понимая ритм темп и высоту тона мы создавали звуки которые и самостоятельно могли быть эмбентом и вписывались в музыку будучи в той же тональности и ритме когда саунд дизайнеров освобождают от пространства диагезиса мы делаем звук более эмоциональным как композиторы вот такой ответ от марка манжини кто своим звуком наверняка повлиял на слушанность каждого у марка есть свой личный youtube канал обязательно загляните тут интервью лекции мастер-классы советы и мудрость прям рекомендую это бесценный опыт возвращаясь к нашему ролику идею эмбента который сливается со звуком транспорта я пробовал повторить с помощью инструмента drone fix от uvi когда-то я обещал рассказать о нем подробнее в общем эта штука для создания атмосферных фонов и дронов на выбор есть более 500 звуковых текстур можно выбрать две из них настроить громкость pitch и плавно наслаивать друг на друга если слайдер движется по горизонтали а если двигать по вертикали подмешивается обработка она настраивается отдельно тут есть три вида искажений можно усилить сигнал какие-либо гармоники и даже каждый отдельно привязать лфо есть низко и высокочастотный фильтр и блоки можно менять местами плюс доступный эквалайзер дилей ревербератор лимитер и модуляция gate секвенсор действующий на весь сигнал либо на один какой-то слой как у меня только на второй из интересного тут можно настроить поведение по которым происходит автоматическое перемешивание слоев и обработки а может расходить и хаотично но я автоматизировал свое перемещение чтобы звук менялся как мне надо вы это еще увидите мои любимые ручки это сварм и фидбэк луп 1 подмешивает до 8 копий сигнала но со смещенным питчем 2 возвращает сигнал с выхода на вход и звук начинает что называется заводиться в общем я автоматизировал эти две ручки и смешивание слоев и эффектов при этом все звучит на одной ноте получился дрон поддерживающий происходящее особенно основной транспорт будто это часть его звука вот так он звучит один красота но нельзя не признать что особую атмосферу и шарм оригинальному фильму задал композитор ван гелис с помощью синтезатора yamaha cs80 который использовался и для второй части не у всех он есть бывает и такое зато есть разные виртуальные аналоги и это один из них м и 80 чтобы намекнуть на нужный вайп нам хватит буквально нескольких нот остались мелкие но очень важные детали для украшения и для удержания внимания например массивный низкочастотный в уж при пролете рядом со зданием сделан в том же в уши fix сразу после него звучит полицейская машина и звук можно повторить в любом простейшем синтезаторе я показывал в этом посте не буду сейчас останавливаться далее появляется наш основной спиннер его маневры подчеркиваются изменениями в дроне но между ними ничего не происходит и поэтому я придумал будто он по рации запрашивает разрешение на приземление и получает ответ для этого нужен только голос requesting permission to land для радиопереговоров всегда хорошо работает фильтрация высоких и низких частот рации сильно ассоциируются с искажениями а конкретно тут классно сработал еще и плагин вайрес восстанавливающий звук советского магнитофона мн-61 который используется в 60-х и 70-х как раз для записи радиопереговоров между авиадиспетчерами и экипажем для любителей уникальных звучащих искажений это как говорится маст хэр ну а какие ручки за что отвечают я тоже уже показывал а если надо попроще то в саундли каталогизаторе звуков есть вкладочка voices выбираем пресет по своей ситуации нам подойдет полис радио выбираем настроение пожалуй я помещу голос в полицейскую машину и говорим удобный выход чтобы быстро создать несложную голосовую реплику с разным настроением и в нужном пространстве можно бесплатно создать 25 реплик в день выбор голосов и настроек хороший пробуйте у нас остается дым или пар при посадке тут я просто сходил на кухню и в конце аппарат выключается тем же звуком который мы записали через трубу только теперь резко снижаем высоту тона в целом все тут звуков немного но важны их время место и обработка мы посмотрели на разные приемы и подходы какие из них стоит затраченного времени думаю зависит от бюджета сроков а еще больше наши действия и результат зависит от идеи что необходимо выразить задавайте вопросы себе и режиссеру изучайте опыт коллег метров сами делитесь опытом а еще ставьте лайк и подписывайтесь на канал всем сочного звука пока у меня Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok